Всем привет! Меня зовут Ирина Колесникова, я ведущий научный сотрудник компании MyGenetics и мы продолжаем наши разговоры о минералах. Сегодня мы с вами начинаем говорить о макроэлементах и первым из них у нас будет кальций. Что такое кальций? Это в первую очередь кости и зубы, потому что большая часть кальция сосредоточена именно там. Кроме того, кальций важен для поддержания кислотно-щелочного баланса и передачи сигнала в клетках. Раз, два, три, даю пробу. Костя, как слышно? Также кальций необходим для нормальной работы некоторых ферментов, нормальной сердечной деятельности, сокращения мышц работы нервной системы и, что очень важно, для нормальной свертываемости крови. Есть два пути всасывания кальция и основной из них, который преобладает при нормальном и сниженном потреблении этого элемента, это непосредственно через клетки кишечника. При этом очень важную роль играет как раз витамин D, а именно его активная форма кальций-3ол. Однако при недостаточном потреблении кальция происходит его вымывание оттуда, и что, конечно же, сказывается не очень хорошо на их состоянии. Что улучшает у нас усвоение кальция? Ну, во-первых, это лимонная кислота и некоторые аминокислоты, потому что они образуют хорошо растворимые соли, которые очень легко усваиваются нашим организмом. Кроме того, кальций очень хорошо усваивается из молока. Почему? По двум причинам. Во-первых, потому что молоко содержит определенное количество жиров, которые облегчают его всасывание, и лактозу, которая тоже активирует всасывание кальция. Однако переизбыток жиров будет, наоборот, нарушать усвоение кальция. Кроме того, усвоение кальция будет нарушать защелачивающие и нейтрализующие вещества, например, избыток углевода или сода. А вот в некоторых продуктах, например, в злаках, шпинате и других, присутствуют кислоты, например, щавелевая кислота, которые образуют с кальцием нерастворимые соли, которые очень плохо усваиваются. Поэтому, если у вас дефицит кальция, щавель лучше не кушать. Щички исключены. Людям с мочекаменной болезнью щавель противопоказ. Также усвоение кальция препятствует избыток магния, фосфора и, по некоторым данным, цинка. Вообще, лучше всего принимать кальций, магний и фосфор так, две части кальция и по одной части магния и фосфора. На усвоении кальция плохо сказывается дефицит эстрогенов и прием, например, антибиотика эритромицина. Ну, а прием некоторых других лекарств, например, преднизолона. Что такое преднизолон? Это гормон почечников, который часто назначают при системных воспалениях. Так вот, его прием, он активирует выведение кальция из организма, что также нежелательно при недостатке этого элемента в рационе. Рекомендуемая потребность кальция для взрослых в сутки – 1000 мг. У детей и у пожилых людей она увеличивается до 1200 мг в зависимости, соответственно, от роста и веса, а максимальная безопасность рекомендуемая доза – 2500 мг в сутки. Однако, она очень сильно варьирует от генетики. Какие бывают известные формы кальция для приема в качестве добавок? Ну, в первую очередь, это цитрат и цитрат кальция-малат. Чем они хороши? Это хорошо растворимые соли кальция, которые усваиваются независимо от кислотности желудка. И, кроме того, они способствуют профилактике почечно-каменной болезни. Поэтому они считаются самыми хорошими и оптимальными. Также есть лактат кальция. Он тоже достаточно хорошо усваивается, но, что плохо, он не подходит тем, у кого есть непереноксимость лактозы. Есть еще и глюконат кальция. Это очень старая и известная форма, еще с советских времен. Очень популярная. Ее, в принципе, тоже можно принимать, хотя она, конечно, не такая оптимальная, как те, о которых мы уже с вами поговорили. Есть еще карбонат кальция. Он тоже легко доступный, дешевый. Но в чем его недостаток? Он усваивается особенно хорошо при повышенной кислотности желудка. Кстати, при этом его используют как раз-таки, чтобы эту самую кислотность снизить. В регуляции обмена кальция очень важную роль играют щитовидные и паращитовидные железы. У нас в организме есть настоящий рецептор сенсор кальция, КАСР, который активируется в ответ на определенную концентрацию кальция в организме. Когда у нас кальций в крови достигает определенного предела, этот рецептор воздействует на паращитовидную железу. Она выделяет гормон, который подавляет дальнейшее увеличение этой концентрации. И нарушение работы этого рецептора сенсора, оно как раз-таки нарушает баланс кальция и фосфора в организме. Щитовидная железа выделяет гормон кальцитонин. В организме, конечно же, есть рецептор к этому гормону. И когда этот гормон взаимодействует со своим рецептором, у нас идет снижение концентрации кальция в плазме крови, он у нас уходит в кости. Поэтому нарушение работы этого рецептора тоже плохо сказывается на организме, например, повышает риск остеопороза. И при некоторых генетических вариантах у нас, во-первых, повышается потребность кальции, во-вторых, возрастает риск мочекаменной, почечно-каменной болезни. В этих случаях очень хорошо принимать не просто кальций дополнительно, а именно в форме цитрата, потому что он, помимо восполнения потребностей в кальции, еще и будет способствовать профилактике мочекаменной и почечно-каменной болезни. Это печально. Итак, мы с вами узнали, для чего нам нужен кальций, как и в какой форме его лучше принимать. Спасибо, что досмотрели это видео до конца. Ставьте лайки, подписывайтесь и до встречи в следующих выпусках. Пока-пока!